Это видео предназначено для тех, кто не знает в каком порядке учить элементы. Сборка из 15 лучших обучалок по воркауту, собранных в порядке изучения от лёгкого к сложному, чтобы человек мог, включив лишь одно видео, выучить все основные трюки, после которых вам будет под силу выучить любой элемент. Эти 15 видео уроков просмотрено более 10 миллионов раз, и попали они в эту сборку исключительно из-за хороших отзывов. Лёгкого вам изучения! Обычно для этого элемента достаточно того, что вы подтягиваетесь. Вы подтягиваетесь, качаете пресс. А если вы это делаете, то буквально за кратчайшие сроки, там пару дней, даже неделю, и вы уже спокойно делаете подъём-переворотом. Ну, бывает, конечно, и такое, что человек подтягивается уже там 10 и больше раз, а подъём-переворотом ему не поддаётся, он его сделать не может. Из-за чего это? Ну, просто банально он не понимает технику. Бывает такое, что, ну, реально, у него сил хватает, но когда человек подносит ноги к турнику таким образом, в этой точке он не может сдвинуться. Для того, чтобы сдвинуться, вам просто нужно согнуть ноги. Вот таким образом. И чисто за счёт физики вас перевесит, и вы перевернётесь через турник. Это достаточно просто. Следующий элемент довольно-таки популярный и проблемный среди новичков – это офицерский выкат, либо офицерка. Здесь нам нужно закинуть одну руку, развернуться на 180 градусов, словиться второй рукой и подтянуться в упор. У новичков обычно случаются два вида проблем. Это первое – они не могут развернуться, схватиться за турник, и второе – они не могут подтянуться в упор. Всё решается достаточно просто. Вам просто нужно раскачаться. Ну и, конечно, момент – вам не нужно раскачаться, там, ну, идти в спортзал, качаться, и там через годик приходить делать офицерку. Нет, вам достаточно сделать раскачку. То есть, вот это. Машим ногами вот таким образом, и намахи вперёд, посетиваемся. Отжимаемся наверх. Ну, а вторая проблема решается достаточно просто. Вы находите низкий турник, и на нём уже на земле, когда вы стоите на земле, отрабатываете разворот. Таким образом. Всё, схватились. И выжились наверх. Следующий батл элемент, который является прямым продолжением офицерки, это принц на одну руку. Вот таким образом он выглядит. Ну и здесь либо подтягиваемся, либо нет. Тут из-за необычности положения, из-за того, что вам нужно подтягиваться в заднем весе, у новичков возникают проблемы, они вообще не понимают, как тянуться, как включать мышцы. Здесь вам помогут две фишки, два шага. Первое, это поставить одну руку нижним хватом, второй верхним. Вот таким образом. То есть, разнохватом. Ну и, конечно, поставить их как можно уже. Чем уже, тем легче. Когда мы заходим на турник, на принца на одну, не старайтесь сначала подтягиваться просто вот силой. Поначалу старайтесь перекрутить себя в сторону и лечь немного на руку. Вот таким образом. Это будет достаточно сильное упрощение. Потом просто как на офицерке выводим руку немного в сторону. Следующий элемент, прям максимально базовый, это выход на одну руку. Он простой. То есть, если вы подтягиваетесь так же, как подъем переворотом, вы запросто его сделаете. Но здесь фишка, чисто из-за того, что новички не понимают, как включать мышцы в элементах. Они не могут из-за этого его сделать. Поэтому есть такой лайфхак. Когда мы делаем выход на одну руку, мы закидываем одну руку. Главная задача закинуть одну руку. Вот любым образом, прям бум, закинули. Потом, чтобы закинуть вторую, в чем проблема основного новичков, они не могут это сделать. Немного на левой руке отжались, вывели вторую руку. Все. Легко и просто. Следующий элемент, опять же, продолжаем. Элемент из базы офицерки. Это крабик. Пару видов крабика. Есть очень много вариантов крабика. Я вам покажу только основные. Например, первый, самый, наверное, простой вариант. Здесь, для того, чтобы научиться, я вам советую просто перемотать ролик назад и поставить на скорость поменьше. Чтобы, ну, покадрово просто смотреть, как я вот все движения делал. Потому что объектив достаточно сложно. Здесь, конечно, задача зацепиться одной ногой, вторую ногу пронести вниз и ею перевесить себя, чтобы вас вытянуло на турник. Есть, конечно, еще один вариант крабика. Он выглядит вот так. Тоже довольно необычный вариант крабика. Я, кстати, мало вижу, что кто-то его делает. Хотя, когда я начинал тренироваться, в основном такие крабики только и делали. То есть, это 2010 год. Собакен, войди. Иди сюда. Ну, иди сюда, камеру покажи. Боже, я как и гарно. Ой, хорошая. Боится. Кто-то обижал ее. Следующий элемент у нас стульчик. Но с виду того, что я постарелся с тех пор, когда я крутил стульчик, у меня здесь появилось очень много волос. На камере их мало видно. Сейчас, когда я закручивался вокруг турника, волосы тоже закрутились. Блин, ну вообще нереально показать. Но, конечно, стульчику я вас сейчас изи обучу. Реально минус волосы, бля. Стульчик назад и стульчик вперед. Это два похожих между собой элемента, но техника там немного другая. Но если вдруг будете учить стульчик, либо назад, либо вперед, учите и вперед, и назад на одной тренировочке. Как его делать? Здесь все максимально просто. Если вы сидите на турнике и хотите крутиться вперед, ставите нижний хват и туловищем головой крутитесь. И если назад, то точно так же просто верхним хватом. Раз мы уже начали довольно страшные элементы делать, учить вас, то давайте сделаем следующий. Это топорик. Друзья, поверьте, это один из самых простых элементов, которые вообще существуют. Главное, не бойтесь делать и делайте так, как я показываю. Ставим ноги на турник вот сюда, под коленями. Делаем вот такую раскачку. Отпускаем ноги. Здесь самое главное отпускать ноги, когда ваше тело уже максимально вверху. То есть, когда голова не просто внизу куда-то летит, когда она поднимается уже над турником, вы видите землю, тогда можно спокойно отпустить коленя. Вы не упадете. Даже если вы упадете, вы станете, как я сейчас, просто вот так. То есть, вы обопретесь руками об землю. Сейчас еще раз показываю, просто с лучшей техникой. То есть, добавляете раскачки, и у вас намного круче уже и спокойнее элемент получится. Следующий элемент, это склепка. Я не знаю, стоит ли максимально подробно о ней рассказывать, потому что есть у меня две обучалки на канале с разными вариантами обучения, то есть, разные стили обучения. Сейчас давайте максимально вкратце по шагам. Когда мы делаем склепку, что нам нужно делать? Первым шагом мы раскачиваемся вот таким образом. Дальше делаем рывок плечами вот такой небольшой. Подносим ноги к турнику. Выстреливаем. Все, это все вместе соединяем. Залетаем на турник. То есть, как видите, в основном все делается за счет вот этого выстрела ногами. Вот таким образом. И нас автоматом подбрасывает на турнику. Следующий элемент, это как бы противоположный элемент склепки, это замок. Если склепка, это на выстреле вперед мы поднимаемся, то замок, это на махе назад, подъем на турник. Здесь самое главное, что нам нужно делать. Когда мы раскачиваемся, нам нужно сделать максимально сильный мах назад. Вот таким образом. Желательно это делать прямыми руками и в задней точке делать вот такой мах к турнику. Пробуйте, элемент учится на самом деле попытками. Чтобы завершить вот эту тему с выходами на турник, последний выход на сегодня, именно выход, это выход на две в темп. Как он выглядел? Выход на две в темп, это то же самое, что склепка и замок, совмещенные вместе. Сейчас медленно. Когда мы подтягиваемся на турник, вот таким образом, здесь мы сгибаем ноги. И в тот момент, когда мы стараемся закинуть руки, мы делаем вот такой мах ногами. Вниз. И нас в принципе по инерции автоматом выкидывает на турник. Следующий элемент не менее страшный, возможно для кого-то даже страшнее, чем топорик какой-то либо стульчик. Это перелет, либо перемах через турник. Самое страшное в этом элементе для всех людей, когда они его делают, это зацепиться ногами при перелете и куда-то улететь. В самом деле, если вы не будете бояться, то вы никаким образом за турник не зацепитесь. Самое главное здесь поначалу поставить одну руку нижним хватом, одну верхним. И как раз на ту руку, которая нижним, вы ее не отпускаете поначалу. Вы просто вот так беретесь и разворачиваетесь уже за той рукой. Как подводящие вы можете использовать следующее. Поставить ногу на турник и уже потом перепрыгнуть. То есть это как подводящие. Это будет по сути просто перепрыжка через забор обычный. Следующий базовый элемент это уголок. Я не знаю, почему именно по этому элементу настолько много вопросов мне в инстаграме, задаете вконтакте, в комментариях. Спрашиваете, как мне поднять ноги в уголок и как его держать. Ребят, вот и все. Обучалочка конец. Нет, на самом деле, я подскажу, что делать. Я не знаю, почему у меня сразу уголок получился в самом начале. Если у вас не получается держать уголок, делайте вот такое упражнение, ну, через день. Подняли колени, выпрямили ноги, опустили. Вот таким образом. Когда это уже спокойно делаем, ну, хотя бы раз 15 в подходе, переходим к более сложному варианту. Это вот такой. Вывели ноги, вывели вот так и максимально удерживаем. Вывели назад. И таким образом просто добавляем время удержания, уже делаем попытки самого уголка. Топорик на 180. Для новичков это, наверное, вообще кажется высший пилотаж. На самом деле, это простейший элемент. Он, наверное, даже проще морально, то есть менее страшный, чем обычный топорик. Потому что здесь вам не нужно прыгать на землю, вы в любом случае хватаетесь за турник. Ставим ноги на турник. И для начала просто разворачиваемся вот таким образом, не отпуская ноги. берете за турник, потом отпускаете ноги. И потом постепенно просто добавляем раскачки и спрыгаем уже в фазе полета. То есть, чтобы ноги немножко отрывались от турники, вы его ничем не касались. В этом видео я покажу тебе, как максимально быстро, а главное, легко и безопасно выучить топорик и гробик на турнике. Если делать все, что я показываю в ролике, то ты 100% его научишься. 5к лайков на этом ролике, снимая обучалку на стульчик вперед и назад. Я думаю, все знают, как выглядят и топорик, и гробик, но на всякий случай я все-таки покажу оба этих трюка. Вот это топорик у нас, а вот это гробик. То есть, топорик это когда мы висим, а гробик это когда мы сидим на турнике и падаем назад. Ну и давайте приступим к обучению. Я уверен, что вы их выучите очень быстро, потому что по такой же методике я выучил буквально с первой попытки. Поехали. Первым мы, конечно же, будем учить топорик, потому что он менее страшный. И разобьем мы его изучение на три очень простых шага, которые сможешь сделать абсолютно каждый. Первый шаг это обычный вис на подколенях. Любым удобным для вас способом подносим ноги к турнику и ставим ноги на подколения, то есть в то место, где сгибаются ноги под коленом. Короче, вот таким образом поставили и должны спокойно в таком положении висеть. Когда мы чувствуем, что мы можем спокойно вообще висеть на коленях, мы берем и делаем второй шаг. Второй шаг это раскачка. Проще и безопаснее всего раскачиваться таким образом. Поставили ноги на подколения, поднялись, как будто качаем пресс и оттуда уже туловищем и руками машем вниз. Здесь есть ошибка у многих людей. Вместо того, чтобы махать вот по кругу, чтобы давать себе раскачку, они просто поднялись и опустились. То есть они буквально качают пресс. Вам нужно подняться и круговым движением задать себе инерцию. В этом шаге нам также нужно чувствовать уверенность. Если мы чувствуем, что мы вообще спокойно раскачиваемся, не боимся упасть, то приступаем к третьему шагу. раскачиваемся до горизонтали, отпускаем ноги и встаем на землю. И так как мы учимся без помощи партнера, самостоятельно мы не используем никаких подводящих. Просто до горизонтальной линии раскачались, отпустили ноги, спрыгнули. Да, это страшно, но после первого прыжка этот страх уйдет. И здесь очень важный момент. Вам не просто нужно отпустить ноги и лететь. Рассчитывать на то, что вы как-то приземлитесь. Да, вы в любом случае как-то приземлитесь, но не факт, что это будет мягко. Поэтому ставлю акцент. Ноги и встать на землю. Вот буквально ноги притянуть к земле таким образом, чтобы мягко на нее приземлиться. Вот. Главная ошибка в этом шаге то, что люди отпускают ноги слишком рано. Не доходят до горизонтали, как я и говорил. Постараюсь показать на низком турнике, что будет, если вы отпустите ноги рано. То есть вы приземлитесь вот в такую позу, можно сказать, на отжимания. И сейчас важный момент. С этого трюка очень сложно упасть. Можно упасть вот таким образом, приземлившись руками на землю. Ну и сейчас настало время выучить гробик. Это когда мы уже на турнике сидим. Смотрите, очень важный момент. Пожалуйста, не пытайтесь выучить гробик сразу после топорика в первый же день. Потому что бывает такое, что люди не до конца ориентируются в выдвижении, в раскачке и так далее. Поэтому старайтесь хотя бы дня три, недельку поделать обычный простой топорик. И тогда уже только приступать к изучению гробика. В гробике у нас будут всего два очень простых шага. Первый шаг. Делаем обычный топорик, но с каждой попыткой стараемся максимально все больше и больше раскачиваться, пока мы не дойдем до такого положения, когда мы уже вот, можно сказать, заглядываем за турник. Если у нас это получилось, второй шаг, еще проще, но немножко страшнее. Залезаем на турник, ставим наши ноги на подколение, вот прям на изгиб, и падаем назад. Спокойно, без дури, не закидываемся назад, просто спокойно падаем назад и спрыгиваем так же, как на топорике. Не забываем вот эти факторы. Нужно до горизонтали раскачаться, при этом, когда вы падаете, доходите до горизонтали, когда мы уже землю видим, отпускаем ноги. Все, и постепенно избавляемся от страха, чтобы делать его красивее и красивее. Это легкий, но зрелищный и очень популярный элемент. Несмотря на то, что его обычно учат в самом начале пути в воркауте, его часто используют на соревнованиях, опять же, из-за его зрелищности. Как вам следует изучать этот элемент? Для начала надо взяться двумя верхними хватами, немного уже своих плеч, и вися на перекладине просунуть свои ноги между рук. Существует два метода захода на этот элемент. Первый, так называемым раскрытием. Вы просунули ноги между рук, и как бы раскрываетесь в этот элемент. Второй, опускаетесь в конечное положение с вертикали. Вы поймете, каким способом легче изучать вам этот элемент, только попробовав оба. Лично я изучал это вторым методом. Медленно опускает до горизонтали и ловя положение. Сначала с непривычки у вас может болеть голова, но это с опытом пройдет. И для чего ставить руки уже плеч. Все для того, чтобы не держать вес своего тела только мышцами. Как бы держать корпус руками, не давая ему упасть. Также упростить этот элемент можно согнутыми ногами или ноги в рост. Это как бы читерство для тех, кто не может пока сделать чистый элемент. После того, как вы научитесь легкие варианты исполнения этого элемента, можете переходить к более сложным вариациям. Ласточка нижним хватом, ласточка на одной руке, опускание с упора на брусьях. И повторяюсь, этот элемент достаточно легкий и выучить его может каждый. Давай! Ребята учат ласточку. Давай еще немного, красавчик. Что ж, друзья, надеюсь, вам будет полезно это видео. Я рассказал вам все, что нужно для изучения этого элемента. Пришло время научиться схлепку. Сегодня в этом ролике, если ты будешь полностью следовать моим инструкциям, досмотря это видео до конца, ты 100%, прям 1000% научишься схлепку. И в этом ролике я буду делать необычную обучалку, я буду делать обучалку без сценария и покажу вам, как выучить этот элемент всего за три шага. Первым шагом вы должны научиться правильно раскачиваться. Да, именно раскачиваться. В этом ролике я буду учить вас схлепку шагами, то есть научимся сначала первый шаг, потом вторые. Правильная раскачка, как она выглядит. Беремся за турник и просто легко раскачиваемся. То есть обычная раскачка. Вторым шагом мы должны научиться делать хлесткий рывок, хлестко махать плечами и одновременно подносить ноги к турнику. Как делать рывок плечами и подносить ноги к турнику? Смотрите. Беремся за турник, делаем первый шаг, делаем раскачку, потом машем плечами вперед, резко назад, одновременно подносим ноги. Вот как этот рывок плечами вперед выглядит. Вы как бы прогибаетесь на мостик. И потом просто следующий рывок плечами вот так и одновременно подносим ноги. Ноги нужно подносить носочками к турнику. Вот этой частью подносим к турнику. Зачем? Для того, чтобы был сильнее рывок ногами. Для того, чтобы вам более понятно объяснить этот хлесткий рывок плечами и поднос ног, попробуйте поделать вот такую штуку. Вот такая шняга, которая поможет вам понять. Смотрите, сейчас решил более подробно вам показать в замедленной съемке. Смотрите, делаем небольшую раскачку. Намахим вперед, когда ноги идут вперед, делаем сразу рывок плечами. Вот такой вот рывок. Как бы на мостик прогибаемся и сразу, когда плечи пошли вперед, делаем резкий, хлесткий рывок плечами назад и подносим ноги к турнику. Ноги, повторяюсь, подносим носочками. А зачем? Сейчас узнаете. Третьим шагом мы должны сделать рывок ногами. То есть разгиб, мощный ног. Как вообще выглядит чистая склепка? Вот, когда мы делаем чистую склепку, когда люди делают чистую склепку, они обычно подносят прямые ноги к турнику и делают рывок. Но этот рывок для нас незаметный, потому что у них идеальная техника склепки и вообще непонятно. Вот, кажется, что люди просто залетают на турник. Нет. В тот момент, когда люди подносят ноги к турнику, происходит мощный рывок ногами. Чтобы более наглядно вам показать и чтобы сделать более мощный рывок, вам нужно согнуть ноги. Когда подносите ноги к турнику, вот, в окончании второй, второго шага, когда вы подносите ноги носочками к турнику, вам нужно согнуть ноги в коленях и сделать мощнейший просто разгиб, просто вот так стрельнуть ногами по диагонали, ни вверх, ни вниз, просто по диагонали стреляем и не пытайтесь, кстати, в тот момент закинуть руки как на выход на дверь, либо там подтянуть себя руками к турнику, не пытайтесь, нет. Вы залетаете на турник только за счет вот разгиба этих ног. Сейчас более наглядно покажу, как выглядит этот рывок. Подносите ноги носочками примерно вот таким образом. Делаете окончание второго шага, подносите ноги носочками вот к трубе, вот таким образом, вот сюда, близко к трубе, ноги должны почти что касаться, ни где-то так, ни коленями, носочками, чтобы импульс был более сильный. Подносите ноги, для начала сгибаете их и делаете вот такой рывок сюда. И вас просто закидывает на турник. Вот, примерно так. То есть, смотрите, даже без первых двух шагов, без рывка плечами, без раскачки меня просто закидывает уже. Для начала советую вам отрабатывать каждый из шагов по отдельности. Например, сначала беремся, делаем там раскачку, несколько раз там секунд 30 раскачиваемся, потом немного отдохнули, отрабатываем второй шаг, это резкий под ног, поднос ног к турнику, делаем просто вот такие хлесткие движения, подносим ноги. И потом отдельно отрабатываем третий шаг. Вот примерно так он выглядит, когда мы его отрабатываем. И потом в конце просто соединяем это все в едино и получаем склепку. Так, для начала я скажу вам примерную базу этого элемента, потому что в комментариях под предыдущей обучалкой был такой вопрос. Для выхода на две вам надо подтягиваться в районе 10-15 раз и уметь выход на одну на обе руки. Денис. И высокие подтягивания хотя бы к груди. 15 раз. Набиначный как. Как делается этот элемент? Хватаемся двумя верхними хватами и подтягиваемся вверх закидывая руки. Но поначалу это у вас вряд ли получится, поэтому я покажу вам читерскую вариацию. Раскачиваемся и как можно ближе к конечному положению при махе назад закидываем руки. Основная суть выхода на две заключается в технике. Вам надо подтягиваться не просто вверх, а вверх по окружности. Именно из-за незнания техники некоторые люди, даже умея подтягиваться груди а то и выше не могут сделать выход на две. А этот читерский элемент поможет вам сделать выход на две. Советую вам не геройствовать, а сделать сначала с раскачкой, а потом постепенно уменьшая раскачку, сделать чистый вариант выхода на две. Второй вариант. Учимся высоко подтягиваться. Чем выше, тем лучше. Для начала это может быть подтягивание до нижней части шеи, потом выше, пока вы наконец не сделаете выход на две. Также чтобы понять технику советую вам попробовать вариант с опусканием с упора и резким поднятием наверх. Любым удобным для вас способом забираемся в передний упор и спрыгиваем не гася раскачки подтягиваемся наверх и делаем выход на две. Так должно быть легче. Но бывает такое, что люди даже умея подтягиваться ниже груди не могут сделать выход на две. Зачастую это происходит по двум ошибкам. Либо вы подтягиваетесь просто вверх, а не по окружности, либо вы слишком сильно схватились за турник и кисти просто-напросто не проворачиваются. Для начала я даже не брался учить этот элемент. Он не казался каким-то заоблачным и сложным, но как оказалось это довольно простой элемент и выучить его может каждый. Я даже знаю людей за 100 килограмм, которые делают выход на две более 10 раз. Нет ничего невозможного, просто надо захотеть сделать что-то. Друзья, в этом видосе я покажу вам два простых шага, после которых вы 100% выучите стойку на руках. Поехали. Я заметил в комментариях, что мои подписчики и многие ребята не имеют обычную стойку на руках. И я подумал, блин, это же изи элемент, но я спонял, как я его учился. Именно поэтому сейчас я хочу вам показать, как выучить этот элемент просто без каких-либо проблем и чтобы вы наконец поняли, как его делать. Итак, поехали. И сегодня мне в этом будут помогать вот эти вот ребята. Друзья, его зовут Андрей и у него есть мечта. Эта мечта заключается в том, чтобы сделать красивую форму своего тела. И если тебе это интересно, то переходи по ссылочке в описании, подписывайся на его канал и следи за его трансформацией. Друзья, друзья, короче, у меня уже есть обучалка на канале, но эту обучалку, вот когда я вчера ее посмотрел, я понял, что нужно снять нормальную обучалку, потому что это фиговая обучалка, короче, легко говоря. В этом видосе я покажу вам то, как я учил эту стойку, не буду рассказывать уже известных методах, не знаю, там возле стены или что-то в этом роде, я расскажу то, как учил ее я. Итак, сейчас два простых шага, чтобы научиться стойку на руках. Два реально простых шага, когда вы сделаете эти простые шаги, вы точно, 100% сделаете стойку на руках. Итак, первый шаг. Первый шаг, вам нужно научиться ставить кисти правильно на землю. Первый шаг, постановка кистей. Смотрим. Как мы ставим кисти? Ставим руки немного шире плеч. Поставили руки и пальцы ставим вот не так вот узко, немного их разводим в стороны, чтобы была большая площадь опоры. Поставили кисти и сгибаем вот так немного пальцы, чтобы когда вы будете падать вот так из стойки, вы пальцами выдавливали себя нормально вот сюда, чтобы вы стояли на руках. Друзья, второй шаг, после того, как вы поставили кисти, вам нужно медленно, плавно прыгнуть в стойку на руках. Легче всего сначала это делать ноги в ройс, потому что не будет такого рычага, который будет вас тянуть в эту сторону и вам легче будет держать себе пальцами в стойке на руках. Если у вас не получается вот так сразу вставать стойку на руках, скорее всего, это так. Есть две ошибки, которые могут вам в этом помешать. Сейчас я подробнее расскажу вам об ошибках. Есть две основные ошибки, которые могут вам помешать встать на руки. Первая ошибка это когда вы прыгаете в стойку, но не можете допрыгнуть. Вам кажется, что вы уже в стойке, но это не так. Вам нужно просто прыгнуть выше, прыгнуть, чтобы вы почувствовали вот это самое падение на спину. И когда вы вот уже падаете на спину, перейдем к следующему шагу. Прыгни выше и у тебя получится. Следующая ошибка, которая может вам помешать встать на руки, это когда вы слишком сильно прыгаете вверх в стойку на руках и вас несет на спину, вы падаете на спину. Как это все выглядит? Вы прыгаете вверх и слишком сильно вас несет сюда. И чтобы перевороть свой страх в падении, вам нужно сделать вот такую штуку. Вы прыгаете в стойку на руках и просто, чтобы не упасть на спину, шагаете вперед. Чтобы вы не упали на спину, потому что зачастую это выглядит как-то так. Друзья, чтобы исправить эту ошибку, вам здесь помогут эти самые пальцы. Вы выпучиваете пальцы вот так и выдавливаете себя в стойку на руках. Вот как это выглядит. Чтобы вам подробнее и понятнее объяснить, как работают пальцы и кисти в стойке на руках, сейчас все, кто смотрит это видео и хотят научиться в стойку на руках, реально встаньте с кровати, встаньте, давайте встаньте. Встаньте на землю и наклонитесь вот так вперед. Что делают ваши пальцы на ногах? Правильно, они не дают вам упасть, они упираются в землю и выталкивают вас назад. Также работают и кисти в стойке на руках. Кисти в стойке на руках это аналог лодыжки, они не дают вам упасть. Вы стаете в стойку и выдавливаетесь назад. И когда вы соедините все это, что я вам сказал, у вас получится примерно вот такая стойка. Друзья, понятное дело, когда вы будете учить стойку на руках, у вас сначала будет получаться вот такая вот стойка, ну, к примеру, банана. Но когда вы немного попрактикуетесь, у вас уже будет вот такая вот идеальная стоечка. Друзья, сейчас наш оператор, он не умеет стоять на руках, попробует стойку на руках. Постараемся его научить, чтобы он понял. Давай, чувак. Кстати, у него есть свой YouTube-канал, подписывайтесь на его канал, ссылочка в описании. Очень топовые видосы и, кстати, он вот снимает это на его камеру, снимаем. Спасибо за камеру, бро. Спасибо. Во, во, во. Красавчик. Вот такими темпами вы пробуете именно попытками. Стойки на руках, главное, не просто сделать одну треню, там, не знаю, на 20 минут, чтобы вы там немного потренили и забыли об этом. Нет, стойки на руках, главное, постоянно пробовать, постоянно пытаться встать на руки, чтобы у вас было больше опыта и с этим опытом вы быстро научитесь стойку на руках. Есть ребята, которые буквально за 1-2 дня научились стойку на руках, так что пытайтесь, братаны, я верю, что у вас получится. После просмотра этого ролика, если вы все правильно будете делать, я даю гарантию 101%, вы научитесь грузить солнышко и луну. Начинаем! Ребят, конечно, обучалка на солнышко это самое простое видео, которое только можно снять, вы просили снять, я ради вас только его снимаю, по сути, его очень легко научиться и обучалка будет короткая достаточно и простая, реально, самый эффективный способ, как научиться солнышко. Лех, покажи руки, смотрите, с непривычки сколько ты не крутился? Очень давно не крутился и кожа уже отвыкла, так что, знайте, если гелянки. Ясное дело, вы не привыкли, у вас сначала это очень тереть будет, так что, держу в курсе, привыкайте. Это ничего страшного, просто немного будет болеть. Для начала, давайте поговорим, какая база вам нужна для того, чтобы научиться крутить солнышко. Вообще, это довольно странный вопрос, потому что для солнышка много не нужно, вам достаточно просто уметь прыгать в стойку на руках, да, для многих это сейчас будет шок, вам не нужно уметь стоять на руках. В то время, когда я научился крутить солнышко, я не умел стоять вообще на руках, я даже боялся прыгать в стойку, думал, что упаду. Дело в том, что на турнике намного легче стоять на руках, потому что вы крутитесь и вас наоборот тянет с турника, а не давит вниз. Поэтому ваши руки не испытывают такой жесткой нагрузки. Для этого достаточно плюс, умеете отжиматься там 5-10 раз. Если вы умеете вот так хотя бы прыгать в стойку на руках и отжимаетесь там раз 10, то вы спокойно можете приступать к изучению солнышка. И конечно же важный, важнейший просто момент, это лямки. Вам обязательно нужны лямки. Без лямок даже не вздумайте начинать учить солнышка. Ребят, чтобы вам удобнее было учиться, как всегда обучение элемента мы разобьем на несколько шагов. В солнышке и луне будут всего 2 шага. И первый шаг вы должны научиться делать правильный мах. Как делаем мах? Давайте сначала найдем подходящий турник. Вам нужно найти такой турник, чтобы когда вы на нем висели, ваши ноги не касались земли, потому что если он будет слишком низкий, то вы просто не сможете сделать полноценный мах. Потом первым шагом вы просто идете на турник, можно даже без лямок пока что, и делаете вот подобную раскачку, чтобы вы почувствовали это движение, как вообще нужно раскачиваться. Потом одеваем лямки и делаем сами махи. Учимся делать солнышко. Вот здесь главное. Делаем мах не вперед, не вниз. Делаем мах круговой наверх. И плюс помогаем себе плечами, потому что если просто вы будете махать ногами вверх, а ваши плечи будут оставаться снизу, то вы не выйдете никак в солнышко. Вам реально нужно стараться взлететь над турником и выйти в стойку на руках. Также фишка. Нужно делать мах вовремя, потому что если вы будете делать слишком рано, то вы не зайдете в него. Если поздно, то тоже не зайдете в солнышко. Нужно делать мах именно в этом моменте, когда вы проходите вот эту точку. Не знаю, как это назвать. Точка, не знаю, возле перекладины. Ну вы поняли. Вот в этот момент делаем резкий, жесткий, крутой мах наверх. Как можно сильнее делаете мах. Больше не знаю, честно не знаю, как описать этот мах. Здесь просто нужно делать практика. И главный секрет солнышка это практика. Чем чаще вы будете стараться делать солнышко, чем больше будет практики, тем проще и быстрее оно у вас получится. Ребят, сейчас вам дам очень годный совет. Когда вы учитесь крутиться на турнике, не учите что-то целенаправленно. Если хотите научиться солнышко, не учите только его. Не делайте мах только вперед, чтобы зайти в солнышко. Когда учитесь крутиться, учите сделать мах, делайте мах и на солнышко, и на луну. Не важно, что вы первые выучите. Если вы выучите луну, то сделайте потом и солнышко. Изи, это вам проблем не составит. И наоборот. Потому что многие ребята, когда учат, например, солнышко, делают мах только вперед. Когда уходят назад, они сзади просто гасят инерцию и просто останавливаются. Не делает это. Сейчас заходы в солнышко и луно Какие есть заходы на эти элементы? Первый, самый сложный, по моему мнению, заход Это с обычной раскачки То есть вы таким образом раскачиваетесь И заходите в солнышко, либо луно Это самый сложный, по сути, заход Потому что пока вы так раскачаетесь Если вы еще новичок, у вас слабые махи То вам очень сложно вообще будет зайти на солнышко Потому что вы просто банально устанете Следующий заход, это со склепки Вы сразу делаете склепку, выходите в стойку И делаете обороты в луно Следующий заход, это отмах с ноги Либо на солнышко, так же, либо на луно Этот отмах просто поможет вам сделать сразу же сильный мах Чтобы вы там не раскачивались 10 минут усиливая мах И просто кидаетесь вот так с ноги И заходите сразу в сильный мах И последний на сегодня заход Вот такой вот красивый отмах Сразу в стойку и заход в луно Ребят, одна фишка Когда у вас достаточно высокий турник Если вы не умеете склепку Если вы докрутились, домахались до такой степени Что у вас уже нету сил подняться То вы руки с лямок никогда не вытянете Кто когда-то так застревал Вы точно уже знаете, как это больно и неприятно То есть он до земли не достает Вот И просто висит И руки никак не вытащить оттуда Нормально Поэтому желательно уметь склепку Иначе вам с такого положения не выйти Ребят, и второй шаг Когда вы уже научились делать мах Когда вы уже практически доходите до стойки на руках Наступает страх Обычно, наверное, у 99,9999% всех ребят Они доходят уже в стойку на руках Уже стоят на турнике И просто боятся перевернуться через турник Сделать первый в своей жизни оборот У меня тоже такое было Это реально страшно Но как это все преодолеть? Вам просто нужно перевернуться Когда вы впервые перевернетесь через турник Страх постепенно, с каждым разом Все будет меньше и меньше Просто нужно практиковать Вот сейчас, например, я сколько уже 2 года не крутился Мне уже страшно было перевернуться Мне уже заново нужно было свой страх преодолеть Так что страх это только в вашей голове, ребят Теперь приступим к обучению Для начала вам надо попробовать В состоянии ли вы выдержать свое тело равным в положении драгонфлага Ложимся на скамью или на пол И махом выводим свои ноги вверх И теперь сверху опускаемся все ниже и ниже Имитируя драгонфлаг Знаю точно, что будут такие вопросы Алекс, за сколько ты выучил этот элемент? Какая база нужна для этого элемента? Отвечаю сразу Для этого элемента достаточно 10-15 подтягиваний Все, больше не надо А элемент этот я сделал с первой попытки И его тоже, думаю, сделайте с первой попытки Давайте для начала просто попробуйте Если сделаете, то окей, вы крутые Если не получается, то советую вам просто недельку Поподтягиваться и покачать пресс И 100% у вас это получится Я, кстати, сделал этот элемент еще тогда, когда подтягивался всего 10 раз Это так, на заметку тем, кто не верит в себя Дальше Если у вас пока что не получается сделать флаг на трубе То переходим снова на скамью Делаем здесь такую себе подкачку Поднимаем сначала согнутые ноги вверх Так держать флаг намного легче Потом, опускаясь вниз, держим его с одной согнутой ногой Держим на максимум И потом снова закрытой Таким образом вы подготавливаете свои мышцы к статической нагрузке Также для начала вы можете попробовать хвататься Вот не за эту трубу, а найти вот такие примерно брусья И схватиться сверху Но мне, например, сложнее так делать Мне легче, намного легче делать вот так Сейчас я вам покажу Если вам так тоже неудобно делать То уже здесь по несколько секунд Показываем ту подкачку, которую я показывал на скамье В этом случае она поможет привыкнуть вашему плечу К болезненным ощущениям Которые неизбежно будут сопровождать вас во время исполнения Но не пугайтесь, вы будете замечать их буквально на первых двух-трех тренировках Вы должны это пересилить И дальше вам все проще и проще будет делать флаг дракона Также я настоятельно рекомендую изучать этот элемент на обе руки Чтобы избежать подальших последствий этого элемента Дальше пошли искать трубу Она не должна быть слишком тонкая, потому что это больно И конечно она не должна быть слишком толстая, потому что... Как вы схватитесь? Например, я не могу делать флаг дракона даже на трубах такой толщины Но возможно кому-то будет удобно именно на таких Найдите себе такую трубу, на которой будет удобно делать вам Как мы держим флаг дракона? Все очень просто Ставим плечо на трубу и в тот момент, когда вы поднялись Силой своих рук прижимаемся к ней Все, это и есть драгон флаг Конечно же на трубе тоже желательно проделать ту подкачку Сначала ноги вверх, потом одна нога или закрытый флаг Какой угодно последовательности Главное, чтобы ваше тело привыкало к нестандартному положению У многих есть такой страх, что когда они подпрыгнут в флаг То соскользнут и рухнут на землю Пацаны, попробуйте и вы поймете, что это не так Вы никуда не упадете Вот собственно и все Вы умеете делать флаг дракона Так, а сейчас к тренировке Я не буду говорить о базе Какая база нужна для того, чтобы научиться этот элемент Я скажу так Вам нужно уметь хорошо подтягиваться И чувствовать силу в тех мышцах, которые понадобятся для исполнения этого элемента Какие мышцы здесь работают? Во флажке работают плечи, широчайшие мышцы и мышцы кора Так что для начала советую вам просто тренировать базу То есть подтягиваться на труднике, отжиматься от пола, на брусьях и качать пресс Все, поначалу больше ничего не надо Итак, легче всего изучать этот элемент и исполнять, конечно, на шведской стенке Так что сейчас мы перемещаемся туда Поехали! Итак, первым шагом к изучению этого элемента Вам просто нужно оторвать свое тело от земли И держать его максимально долго Не поднимать вверх, просто оторвать от земли Если поначалу это у вас не очень получается Можно просто помогать себе немного ногами Потом избавляться от этой помощи Но все равно вся нагрузка должна ложиться на верхнюю часть тела Когда вы сможете держать себя так хотя бы 4-5 секунд Переходим к второму шагу Второй шаг это вертикальный флажок С маха или с прыжка выкидываем себе вверх И выпрямляемся И максимально удерживаем такое положение Это уже флажок, но самый простой его вариант Следующим третьим шагом будет опускание с вертикального флажка Так называемый халявный флажок Это тот же флажок, но упрощенный вариант Как он выглядит? Он намного проще из-за того, что у вас корпус развернут вверх То есть мы стоим не так, а развернулись немного вверх И за счет этого намного легче делать флажок Также перед этим шагом можете попробовать просто сделать закрытый флажок Следующий шаг это разворот с халявного флажка в флажок ноги в рось Так стараемся держать максимально долго И когда уже сможете держать флажок ноги в рось несколько секунд Переходим к последнему пункту Это сам флажок Просто держа флажок ноги в рось Складываем ноги Все Друзья, на трубе все выглядит точно так же А сейчас подкачка для того, чтобы научиться держать этот элемент дольше Если вы его уже умеете Как выглядит подкачка? В эту подкачку входят все пять шагов вместе взятые Повторяются друг за другом без остановки То есть Делаем сначала флажок и держим на максимум Потом делаем флажок ноги в рось Тоже на максимум Потом поднимаем ноги вверх Делаем вертикальный флажок Тоже на максимум Потом сверху опускаемся в изи флаг В халявный флажок В конце делаем просто подъем туловища на максимум Делая эту подкачку вы сможете увеличить время удержания флажка Привет, друзья! В этом видосе я расскажу вам и покажу Как легко, безопасно выучить лачгейнер Если у вас нет матов Либо какой-то мягкой поверхности То есть можно в принципе учить даже на асфальте Но я бы вам советовал хотя бы травичку все-таки накидать Итак, первое, что нам нужно сделать для того, чтобы приступить к изучению Понять, что нужно иметь для того, чтобы научиться этот трюк Первое, что нам нужно иметь Это спокойно проносить ноги под турником Вот таким образом Если вы этого не имеете делать Не приступайте к изучению Если как-то через силу проносите ноги Либо вообще не можете Выключайте обучалку Пока что это не для вас Подтягивайтесь, отжимайтесь, качайте пресс Если вы спокойно это делаете Пушка Приступаем к изучению Первым шагом для того, чтобы научиться лачгейнер Мы делаем то же самое Проносим ноги под турником Но стараемся это делать как можно быстрее То есть вот примерно таким образом Беремся за турник Проносим ноги Стоем на землю Делаем таких попыток Ну 15 Чтобы закрепить технику Потому что это по сути уже есть лачгейнер Просто нужно добавить еще шаги О которых я сейчас расскажу Вторым шагом После того, как мы уже выучили первый шаг На автомате его делаем Закрепили технику Отпускаем руки быстрее Делаем то же самое Только вот таким образом Стараемся отпускать руки быстро Не делайте слишком быстро Когда еще ноги не занесли Потому что упадете Скорее всего первые попытки У вас будут выглядеть Примерно вот таким образом То есть вы заносите ноги И встаете вот прям вообще Уже так лицом возле земли Это значит, что вам не хватает раскачки Понятное дело Мы пока что ее не добавили Поэтому делаем этот шаг Тоже раз 15 Чтобы закрепить технику Стараемся каждый раз Все быстрее отпускать руки На этом моменте нужно применить фишку Которая лично мне очень сильно помогла Делаем это упражнение Чтобы понять Как нам добавлять постепенно раскачки Как отпускать руки Беремся за турник Подносим ноги наверх Как на выход с под турника Если вдруг умеете Раскачиваемся И на махе вперед На первом На втором Когда вам уже не страшно будет Отпустились Прыгнули спереди турника Это очень крутое упражнение Лично мне вот безумно помогло Наверное и без него Я бы не выучил И не понял эту технику Поэтому пробуем это упражнение И приступаем к следующему шагу Третьим шагом Логично мы добавляем Раскачки к этому всему То есть берем первый шаг Проносим ноги Отпускаем руки быстрее Но при этом мы раскачиваемся Небольшая раскачка Это поможет нам становиться Уже не лицом возле земли А как-то уже на керточке На приседе и так далее Это уже по сути будет Практически лачгейнер Если мы добавим четвертый шаг Это уже 100% будет у нас лачгейнер Четвертым шагом Стараемся раскачаться таким образом И отпустить руки в тот момент Чтобы мы приземлились Спереди турника То есть если вы стаете Сзади турника Это просто еще пока что Пронос ног Нам нужно сделать так Добавляем раскачку Отпускаем руки Немножко быстрее Чтобы мы встали Спереди турника Все Если мы встали Спереди турника Это уже будет лачгейнер Сейчас я вам покажу Фрагмент с видео Где я учусь лично Лачгейнер Очень важный фрагмент Потому что здесь прям видно Как я постепенно добавляю Раскачку И стою спереди турника Понятное дело Сначала будет страшно Добавить в раскачку Чтобы сделать прям Такой красивый Крутой лачгейнер Но это со временем придет Буквально еще Наверное 10 попыточек Спокойных Чтобы вы чувствовали Технику Понимали это движение У вас лачгейнер Вообще на изи получится Самое главное Делайте все по шагам То есть первый шаг Второй шаг Третий Делайте так как я показываю Вы не упадете И сто процентов Выучите Привет друзья С вами я Alex В этом видосе я расскажу вам Как выучить передний вес На турнике Вам всего лишь нужно Делать эту тренировку Несколько раз в неделю И у вас сто процентов Получится передний вес Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТА Давайте приступим к самому обучению И первое о чем нужно поговорить Это какая база нужна Для изучения данного элемента Вам достаточно уметь отжиматься там от пола Либо набрусив там 20-30 раз И скажу что К обучению можно приступать В любом уровне Даже если у вас нету В принципе подходящей базы То есть там не умеете даже 20 раз отжиматься Вы уже можете учить этот элемент В процессе этого обучения Вы обретете нужные силы Для изучения исполнения этого элемента Итак Как я сказал в начале этого ролика Начинать обучение горизонта Мы будем с самой простой его вариацией А именно планки для горизонта Что это такое? Это вот подобное положение Когда вы выводите Переводите вес своего тела вперед И задерживаетесь в таком положении Для начала нужно задержаться Ну хотя бы на 5-8 секунд Как минимум Если у вас не получается Для начала задержаться Даже на секунду в этом положении Либо на пару секунд То делайте закачку Для этой планки Для горизонта Именно накаты В это положение И с подобной закачкой У вас в любом случае Получится уже удержать Вот эту планку Ну хотя бы там 5-8 секунд Если у вас это получилось То переходим К следующей прогрессии Которая вот немножко сложнее Следующая прогрессия Это либо закрытый горизонт Либо полузакрытый горизонт Зависимо от того Что у вас в данный момент Хватает сил Желательно уже Делать полузакрытый горизонт Он немножко сложнее То есть полузакрытый Это по сути то же самое Что закрытый Но ноги там Немножко уже выпрямлены И вы уже наближаетесь К самому Исполнению горизонта После того Как вы научились Делать эти варианты Ну хотя бы тоже Там по 8 секунд Как минимум Переходите логично К еще одному Усложнению Вывод с подобного положения В горизонт Ноги врозь Вы должны спокойно Выводить себя С полузакрытого горизонта В горизонт Ноги врозь Ну хотя бы там Пару раз За один подход И с каким-то Хотя бы минимальным удержанием В горизонте Ноги врозь И после этого Уже переходим К еще одному Усложнению Это уже сам Горизонт Ноги врозь Но конечно Изначально Это будет не очень Хорошая техника Вам позволено Конечно изначально Делать этот горизонт В относительно Плохой технике Это нормально Сейчас вам главное Просто научиться Фиксировать вот этот горизонт На длительное время Чем дольше Тем лучше И потом Когда вы уже научитесь Хотя бы 10 секунд В подобном положении Плохой горизонт держать У вас уже Это само начнет получаться Вы начнете понимать Вообще Где вы находитесь Как задействовать мышцы Чтобы выпрямить Уже идеальный Хороший горизонт Ноги врозь Это была прогрессия Самого горизонта То есть вам нужно Дойти с самого Минимального уровня До самого Высокого Сейчас поговорим О заходах Какие есть заходы На горизонт Есть три Вообще основных захода Которые Ну чаще всего Используются И которые Стоит использовать Новичкам Первый заход Это подъем Обычное раскрытие С какого-то Полузакрытого Горизонта И так далее Ну то есть Когда вы на брусьях Просто стоите Либо на полу И уже С согнутыми ногами Раскрываетесь Вы горизонт Это был первый заход Второй заход Это когда вы делаете Например на полу Горизонт И просто Ну буквально Типа как-то Накатом идете вперед И подпрыгиваете В горизонт Уже там задерживаетесь Это лично мне Но как-то посложнее Мне кажется И всем оно должно быть Достаточно сложно И третий вариант Это просто накатом Вы делаете накат вперед И постепенно Отрываете ноги От земли Таким образом В принципе Изначально И можно учить Этот горизонт Следующий пункт О котором нам стоит Поговорить Это как проходит Вообще тренировка горизонта Ну изначально Вообще Для всех уровней сложности Конечно Уровни подготовки Атлета Которые изучают горизонт Конечно Стоит начинать С самих попыток элемента Начинаете с попыток Там максимальное удержание Либо какие-то Подводящие элементы Та же планка удержания И так далее После этого Как вы уже Ну сделали Хотя бы там Пару попыток Переходите К тренировке базы Делаете базу Закачиваете мышцы Которые нужны Для исполнения И удержания Этого элемента И в конце тренировочки Вы делаете растяжечку Именно Советую Очень советую Делать Для горизонта Ноги врусь Растяжку На шпагат Сейчас давайте поговорим Об упражнениях Которые стоит использовать В тренировке базы То есть делаете Попытки Потом вам нужно В любом случае Делать какие-то Упражнения Чтобы закачивать Свою базу Особенно если у вас Этой базы Пока что не хватает И первый Ну самый простой Наверное Вариант Закачки Это обычные накаты То есть вы делаете Становите Своё положение Да Горизонта И накатываете себя Переводите вес Своего тела Вперёд Это поможет Закачать мышцы Следующее упражнение Тоже хорошее Это отжимания В полузакрытом горизонте То есть это по сути То же самое Что отжимания В горизонте Только вы делаете С согнутыми ногами И отжимаетесь Подобным образом Это помогает Прокачивать ваши плечи И кстати Очень хорошее упражнение Которое я использовал Лично когда я В прошлый раз Учил горизонт Либо спичак Либо просто вывод Силой в стойку С согнутыми ногами Выводите себя Силой в стойку И возвращаетесь обратно В стойку Обратно Это закачивает Ваши плечи Что очень Прям очень хорошо Для горизонта И конечно В любом случае Для некоторых людей Горизонт может получаться Достаточно сложно Потому что Нужно обращать внимание На то Какие у вас мышцы Преобладают И по генетике Что вам легче дается Либо толкающее движение Либо тянущее То есть мне например Намного намного легче Идет передний вис Передний вис Я банально сделал С первой попытки И там за неделю Довел до Очень хорошей техники Горизонт Я в прошлый раз Когда его тренировал Тренировал более года И сделал 7 секунд И более того Я его сделал На пару недель Закинул Тренировки не делал Этот элемент И он у меня полностью Слился до нуля Обращайте на это внимание Если у вас не получается По каким-то причинам Горизонт Не расстраивайтесь Возможно Вам просто нужно Потратить Немножко больше времени На изучение Этого элемента Продолжение следует... Продолжение следует...